Приветствую вас друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, вы на канале Фокусы от Моряка И в сегодняшнем видео мы с вами будем продолжать изучать карточные игры Сегодня у нас на очереди будет игра, о которой также просили снять обучение Эта игра очень легкая, она еще легче чем игра в дурака Вообще она наверное одна из самых простых игр на уровне игры в пьяницу, ну что-нибудь типа такого Игра эта называется девятка На первый взгляд игра очень простая и казалось бы там, ну грубо говоря, ходи-доходи картами Да, но нет, там тоже есть кое-какие моменты, где надо помыслить головой для того, чтобы выиграть Итак, для того, чтобы сыграть в эту игру требуется колода в 36 карт То есть я отобрал 36 карт И для того, чтобы показать вам эту игру, да, по традиции скажу, что я использую колоду Streamline Это дешевые бюджетные картишки, да, они не такие классные, как Bicycle Standard Но тем не менее я их очень люблю, мне они нравятся и снимать игры и играть в эти, играть в игры этими картами я люблю Купить вы их можете в моем магазинчике Карт Моряка, ссылку я дам в описании Также в описании вы найдете ссылки на мой Яндекс Дзен, Рутуб и Телеграм канал Обязательно на них подпишитесь, на случай бана Ютуба, видосы точно так же там выходят Вот, также в описании вы найдете с нашей группы Обязательно вступайте, присоединяйтесь к нам Ну, а мы начнем Итак, друзья, в первую очередь я, конечно же, для того, чтобы показать вам эту игру девятка Я призову на помощь моих вечных оппонентов Первым делом у нас выползает наша многоуважаемая пенсионерка Черепаха Которая является почетным работником почты, награжденная медалью за скорость и за быстроту доставляемость посылок и бандеролей Играем мы просто на интерес, без всяких ставок, без всяких денег, без фишек Можно, конечно, играть и на деньги, потому что там надо набирать очки В итоге остается кто-то один победитель И победитель может забрать какой-то там банк Ну, если есть желание, можете играть на деньги Я буду играть просто так, на интерес Итак, дальше у нас появляется наш любимчик, известный пройдоха, проходимец, уличный плут Жулик Прохиндей и мошенник Заяц Это такой карточный шулер, любитель легкой, быстрой наживы И, конечно же, наш достопочтеннейший пингвинчик, аристократик, представитель богатой семьи Он не любит сидеть вечерами, раскуривая сигары, попивая шампусик И слушая рассказы про фондовые рынки и про политику Он любит посидеть с нормальными пацанами, поиграть в карты Ну и, собственно, я, ваш покорный слуга, Серега Моряк, точно так же притащился сюда за этот стол Что ж, давайте потасуем карты Тасуем наши 36 карт И, конечно же, дадим подснять Ну, допустим, черепаха подснимает картишки, я буду сдавать Кстати, хочу сказать, девятка игра карточная В каждой игре можно себе немножечко помочь Поэтому для всех интересующихся данной темой Я хочу порекомендовать свои авторские видеокурсы по шулерству Это первый курс по шулерству и второй курс по шулерству В них я понятно и доступно объясняю многие шулерские приемы Которые быстрые, которые вы можете легко освоить И применять за карточным столом, если не брезгуете Если же вы брезгуете, ну или, например, вы просто хотите отслеживать Чтобы против вас эти приемы не применялись Точно так же эти курсы вам послужат добрую службу Вы будете быстро вычислять жуликов за карточным столом Потому что все движения, все хваты, действия, они характерны Ну что ж, друзья, давайте сыграем пробный кон Еще раз-то санем картишки Еще раз-то санем картишки, дадим их подснять Черепаха подснимает И каждому из игроков раздается по 9 карт То есть раздается абсолютно вся колода И игроки сидят в тревожном ожидании Кто же будет лучшим игроком Итак, смотрите, какие карты выпадают у меня Во-первых, карты я вам советую раскладывать по мастям Поэтому я кладу бубновые карты в одну сторону Червовые карты в другую сторону Пиковые карты тоже кладу с одной стороны И крестовые также с одной стороны кладу То есть вот они мои картишки И я их здесь вот сбоку положу Чтобы их было вам видать Вот раз Далее, что пришло у черепашенцы Черепашенцы пришли в следующей карте То есть точно так же она кладет по мастям свои карты Так, буби пришли Крести и одна червуха Так Черепаха здесь вот со своими картишками сидит Так, вот чуть-чуть ее подвинем Положим карту Вот так Дальше Что у нас у пройдохи зайца Так, пройдоха зайца получает Две девятки Две восьмерки Две шестерки Прикольно Шесть, семь, восемь Девять, восемь валет Две червовые И одна всего лишь бубновая карта у зайца Так Что ж, зайчик получает вот эти картишки И что у пингви Что у пингви Так, пингви получает у нас Пингви получает у нас Много червей у него Так Крести есть Нету пику пингви Так Вот такие карты у пингвина Итак, друзья Что же делать? Как же играть? Смотрите В первую очередь Мы чертим вот такую вот табличку Видите? Здесь мы будем записывать наши очки Играем до 50 очков До 50 очков играем И Как же происходит игра? Смотрите Задача играющего Выкинуть все свои карты Тот, кто раньше всех выкидывает карты Он, получается, выходит из игры И кон сразу заканчивается После того, как один вышел Остальные игроки Вскрывают свои карты И производится подсчет всех карт Которые остались на руках Карты считаются следующим образом Смотрите Шестерка и дама Дамы дают 3 очка Семерка валет 4 очка Восьмерка и десятка Дают 5 очков Девятка дает 6 очков Король дает 2 очка Туз дает 1 очко Маленько непривычно Особенно для тех Кто привык играть, например, в 21 Где там валет дает 2 очка Дама 3 Король 4 Десятка 10 И так далее Так вот, смотрите Вы можете, в принципе, играть не до 50 очков А, например, до 100 очков Но и при этом использовать подсчет Как в 21 Если вам так удобнее играете Я же взял Как в оригинале в этой игре То есть вот таким вот образом То есть я к этому листочку буду обращаться Каждый раз, когда мы будем подсчитывать очки Я сыграю буквально пару конов Для того, чтобы вы поняли Как это все происходит Итак, друзья, смотрите Первый ход всегда ходит девятка буби Поэтому тот игрок, у кого на руках девятка буби Ходит первый Девятка буби на руках у черепашенца И поэтому она выкидывает девятину Прямо на центр стола Следующий игрок после черепахи Заяц Он должен, смотрите Либо выложить 10 буби Либо 8 буби То есть чтобы ряды продолжались Либо выложить другие девятки Итак, у зайца есть Две девятки И посмотрим, что у него есть из бубей Из бубей у него только шестерка Он не может ее выбросить Потому что еще нету восьмерки Нету семерки То есть класть можно только соседние карты То есть либо 8, либо 10 Поэтому у зайца есть девятки И он спокойно бросит девятку Либо черви, либо пики Ну смотрите, пики ему выкидывать выгоднее Почему? Потому что если он кинет девятку пик Следующая карта 8 пик Она у него То есть себе следующий ход он точно обеспечивает Поэтому он кидает девяточку пик Вот так вот девятину пик он выбрасывает Следующий ход пингвинчика У него буби не подходят У него только семерка и дама Пик у него нету И соответственно черви еще не выходили Поэтому у него единственный выход Это положить девятку крести Если же совсем ничего не подходит Нет соседних карт Нету девяток То игрок просто пропускает ход Тем самым его шансы на проигрыш растут Потому что кто-то будет сбрасывать карты А он не будет сбрасывать, будет сидеть Итак, девяточку допустим выкидывает пингвинчик И теперь ход мой Обратите внимание, что у меня на руках Вот смотрите, у меня есть десятка в лубе Поэтому я могу положить ее рядом с девяткой По пикам у меня есть десятка пики Могу положить рядом с девяткой пики По крестям ничего не подходит Ну, черви у меня к самой крайней Семерка и туз Ну и к тому же девятку черви еще никто не выкладывал Поэтому мы пока что... Я буду думать, что мне выгоднее положить Мне выгоднее положить, скорее всего, десятку пик Почему? Да фиг его знает Если честно Была бы восьмерка пик, мне бы было выгоднее Ну ладно, давайте я пойду десяткой пик Я ее выкладываю вот сюда Следующий ход черепахи Ей что можно положить? Смотрите, у нее есть восьмерка буби Она может положить У нее есть дама король туз Но нет валета здесь Поэтому она пока что по пикам запертая сидит Черви она не скинет нельзя Крести не скинет нельзя Ну, соответственно, у нее выбор небольшой Только лишь восьмеркой бубей Пошла восьмеркой бубей Заяц смотрит свои карты Думает, так, ну что ж Валет у него есть Но он его пока придержит Можно начать выкладывать ему также другую девятку Например, червовую Ну, давайте просто для примера Как будто бы Заяц берет и выкладывает червовую девятку Да, так вот немножко картишки мы сместим Вот так вот И положим девятку червя Следующий ход пингвина Да, он смотрит, что у него У него большой выбор Можно положить десятку крести Можно положить десятку червя Можно положить восьмерку червя Можно положить семерку буби И поэтому он так поразмыслил, поразмыслил Думает, положу-ка я семерочку бубей То есть семерку бубей кидает пингвин Так, мой ход Ну, у меня здесь в принципе выбор небольшой Да, то есть у меня только лишь десятка буби подходит Валет крести Так, не подходит червя Не подходит пики Тоже восьмерки нету Поэтому да, мой единственный ход Это десятка буби Я пошел Следующий ход черепашенцы Черепашенцы смотрят, блин Валета пик нету Поэтому пики отпадают Есть зато валет буби И есть валет черви Но для червового десятки не хватает Поэтому она кидает валетика буби Тут без вариантов Ход зайчатины Зайчатин думает Так, ее валет закрывает пиковый Да, закрывает ход Даме, королю, тузу Поэтому она его лучше придержит Если кинет восьмерку Остальные смогут лишь скидать две карты Шесть и семь Кинет валета Остальные смогут скинуть три карты Дама, король, туз Поэтому выгоднее кидать восьмерку Но с другой стороны У нее есть младшие крести И поэтому она может совершенно спокойно Кидать свои крести сюда Выкладывать их Они у нее подряд идут Тем самым пока что придерживая Ряд пик, например, в эту сторону Ряд червей в эту сторону Дамы она будет придерживать И не давать нам выйти этими картами Поэтому она кидает восьмерку крести Как видите, друзья, это не просто игра такая Что вот кидай карты какие есть Тут еще надо помозговать Чтобы как бы заблокировать кого-то Чтобы кто-то куда-то там не вылез То есть это такая вот игрушечка прикольная Помозговать здесь тоже нужно Итак, заяц пошел в восемь крести Следующий ход пингвинчика Пингвинчик смотрит, что у него есть У него есть восемь червей Вот он спокойненько этой восьмерочкой пошел Мой ход У меня есть семерка червей, к счастью Поэтому я пошел семерочкой червей Следующий ход черепахи Так, у нее валет Блин, десятки нету Пики они тоже валет еще не выложили Ну и старшие тузы Черепаха в пролете, она пропускает ход Следующий ход зайца Он действует по своей стратегии И кладет семерочку Молодец Следующий ход пингвинчика Он точно так же спокойно закрывает ряд червей Вот в эту младшую сторону Следующий ход мой Я смотрю, что у меня есть Двалет и король Крестовый, да? Десятки нет Семерка пик Восьмерки нет Шестерка пик, да? Далее король буби Блин, дамы буби нету Я пропускаю ход Опять к черепахе приходит ход У нее опять же старшие карты Ничего не подходит, да? Поэтому она опять же пропускает свой ход Следующий ход зайчик Зайчик опять спокойненько просто закрывает Выгодное ему направление Шестерку крести положил Шестерку крести положил Все Следующий ход опять же Мистера пингви Пингви глядит Что у него есть? У нее есть десятка крести Десятка червей Какое направление ему выгоднее? Ну выгоднее наверное все таки крести Потому что у него Потом кто-то может быть Пойти валетом у него есть дама Если пойдет десяткой черви То у него в принципе Десятку черви Потом следующий король То есть ему ждать пока выпадет валет дама Может блин и не срастись А может быть и срастется С другой стороны даму буби Тоже может положить на валетика Давайте наверное он так и сделает Он дамочку буби положит на валетика А все вот эти десяточками Пока что заблокирует нам ходы дальнейшие Пошел он дамой Мой ход Да у меня есть король бубей Я с удовольствием его сбрасываю Следующий ход черепахи Черепахи есть туз бубей Она точно так же его скидывает Следующий ход зайчика Ну зайчик и что Шестерка бубей есть Он ее с удовольствием кидает Следующий ход мистера пингви Ну вот тут теперь пингви пошел десяткой Он кидает десяточку Да мой ход Я соответственно кидаю Валетика крестового Ход черепахи Она сидит Опять же да У нее пики заблокированы Валет еще не вышел Он у зайца До туза еще две карты Дамы и короля надо А до червей Нужна еще десятка Черепаха сидит Следующий ход Ход зайца Так Какой у него выбор Выбор у него Ну допустим он пошел Восьмерочка пик Пингвинчик что делает Пингвинчик например скидывает Дамочку Да он кидает дамочку Крестовенькую И мой ход Я кидаю Ну допустим я кидаю семерку Да мне выгоднее пойти семеркой Пойду королем Кто-то скинет туза Пойду семеркой То следующую шестерку я так же скину Пошел семеркой Далее Черепаха Что у нее У нее она сидит опять же Да то есть у нее ничего не подходит Следующий ход зайца Ну тут зайцу делать нечего Только валетом Пошел пиковым валетом Ход пингвинчика Кидает десятку черви Ход мой Закрываю шестерку Пик Ход черепахи У нее валет черви Есть Наконец-то она может с него выйти Хотя нет подождите Зачем ей это надо Она валетиком Валетиком теперь придержит червовое направление А здесь валет пик вышел Соответственно она может свои вот эти карты Спокойно сбрасывать Она кидает даму пик Следующий ход зайца Ему ничего Валета еще нету Он сидит Пингвин король Тоже не может положить Он сидит Мой выход Я спокойно кидаю короля крести Потому что я могу это себе позволить Далее Ход черепашенцы Она смотрит Так 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 Конечно же короля кидает она Далее Заяц Точно так же продолжает сидеть Пингвин продолжает сидеть Я с тузом продолжаю сидеть Черепаха закрывает Туза пик Ход зайца сидит Ход пингвина сидит И мой ход сижу Черепаха закрывает Туза Крести Опять Ход зайца сидит Пингвин сидит Я сижу Черепаха скидывает Валета черви И тем самым Закрывает Первая сбрасывает Свои карты Все Черепаха первая вышла Мы остались сидеть Соответственно Эти карты Можно пока что Убрать Раз Вот так вот Раз И производим Подсчет Оставшихся карт Туз Дама И король Как я уже говорил Туз Одно очко Дама Три очка Соответственно Это четыре И король Это два очка То есть Шесть очков Черепахи Мы пишем Шесть очков Записываем Шесть очков И вот так вот Друзья Мы движемся К 50 очкам Вот такая вот Простая Элементарнейшая Игра Соответственно Картишки Раздаются по новой И опять У кого девятка Буби Выходит первым И все По аналогии Погнали Также очки Подсчитываем Кто первый До полтинника Доходит Тот выигрывает Вот такая простая Увлекательная игра Друзья На связи с вами был Сергей Куликов Он же Моряк Я с вами прощаюсь И до хранят вас Боги моря И небес Пока-пока